Казазот более 50 лет создает минеральные удобрения, необходимые для сельского хозяйства. Основная миссия компании – приносить пользу стране и обществу в целом. Логистическая сеть экспорта постоянно расширяется. Современные технологии и безупречное качество продукции – всё это Казазот. Новости в эфире в студии работы «Толмаз Ашим». Здравствуйте! Я назову несколько тем этого выпуска. Перевернутые автомобили, оборванные линии электропередач, непогода в Жамбылск области, снежная буря в Шимкенте, гололёд в Казаларде. Юг страны парализован природными катаклизмами. Самых тяжёлых доставили в столицу. Медики рассказали о состоянии пострадавших из-за взрыва газа в жилом доме в 70 километрах от Нур-Султана. Трое погибли. В Индии срочно ввели локдаун, но не из-за ковида. В крупных городах нечем дышать. Уровень загрязнения воздуха запредельный. Больше трёх тысяч заболевших за сутки. Ситуация с коронавирусом ухудшается в Южной Корее. А в России обновлён антирекорд по количеству смертей. В Акмолинской области создали штаб по оказанию помощи пострадавшим при взрыве газа в жилом доме в посёлке Шортанды. В настоящее время погорельцев разместили у родственников. Им обещают выделить квартиры и помочь в организации похорон. Напомню, трагедия произошла сегодня ночью. Три человека, в их числе четырёхлетний ребёнок, погибли. Мы готовим об этом более подробный сюжет и немного позже вернёмся к этой теме. Больше 40 человек пострадали во время урагана в Таразе. Из них пятерых доставили в больницу. Шквальный ветер повалил автобусные остановки, деревья сорвал кровлю с многоэтажных домов. Город частично остался без света и газа. Анастасия Сулейманова оценила масштабы этих разрушений. Порывы ветра превысили 30 метров в секунду. Стихия практически сметала всё на своём пути. Город частично остался без света и газа. Работают 24 аварийные бригады. Имеются случаи многочисленные. Это срыв кровли, жилых и многоэтажных жилых домов. Также обрыв линии электропередач, падение деревьев, щитов рекламы, а также придорожных знаков. Имеется падение опор линии электропередачи на автотехнику, на легковой автотранспорт, в результате которого пострадал один человек. В результате шквального ветра в Таразе пострадал 41 человек. Из них пятерых госпитализировали. Из-за снега и сильной метель в регионе по нескольким направлениям закрыли движение для всех видов автотранспорта. С областных трасс эвакуировали 40 человек, в их числе двое детей. Путников доставили в пункты обогрева. Учеников и студентов семи районов и областного центра перевели на онлайн обучение. Первая смена дети учились. Утром таких сильных погодных условий не было нарушений. Вторую смену мы с этим приказом каждый директор принял решение и сейчас обучаются на дому. У нас сейчас стабильная ситуация сохранится в Меркенском районе, пока в таких условиях нормальные погодные условия. В Квардайском районе сейчас все нормально. В Чуйском районе начинается вроде бы ветер, но конкретно пока таких параметров погоды еще не усыновлено. Всего по области в ликвидации стихии задействовано свыше 500 человек. Департамент ЧАЭС перешел на усиленный вариант несения службы. Силы и средства государственной системы граждан защиты перевели на повышенный режим работы. Департамент подчеркновения ситуации Жамбл-Сколы создан оперативный штат. В 12 часов развернуты горячие линии. Психологами проводится разъяснительная работа по данным ситуациям. Ветер продержится до следующего утра, поэтому спасатели просят жителей не покидать свои дома без необходимости и соблюдать меры безопасности. Анастасия Сулейманова, Бахажамбапаев, Шланхадила, Тарас, Хабар, 24. Обильные осадки, метели и туман. Непогода сегодня накрыла большую часть Казахстана. В Казларде гололед на дорогах. В Шимкенте порывистый ветер вызвал крупную аварию на линии электропередач. В Туркестане на несколько часов задержаны авиарейсы. С утра закрыты трассы и выезды из городов. На усиленный режим работы переведено все экстренные службы. Снежная буря накрыла Шимкент. Порывы ветра достигли 25 метров в секунду. Шквальный ветер повредил линии электропередач. Без света остались 23 микрорайона. Почти 13 тысяч абонентов. На местах работают аварийные бригады. В мегаполисе объявили штормовое предупреждение. В школах отменили уроки второй смены. Завтра синоптики обещают снег и низовую метель. Обильные осадки накрыли сегодня горные и предгорные районы Туркестанской области. И заметили и тумана на несколько часов. Задержаны авиарейсы. Накануне жители региона получили СМС-рассылки с предупреждением об усилении ветра. Его порывы местами достигнули 30 метров в секунду. С утра остановлено движение на трассе Харгос-Алматы-Тараш-Шимкент-Ташкент. Дорожные службы приступили к уборке автодорог. Используются необходимые инертные материалы. При областном департаменте чрезвычайных ситуаций создан штаб. Спасатели призывают всех жителей воздержаться от дальних поездок. А это Казларда. За проливным дождем сильные морозы и снегопад. Городские улицы покрылись льдом и снегом. Затруднено движение автотранспорта и людей. Обледеневшие дороги и тротуары коммунальщики просто не успевают очищать и посыпать песком. Работают беспрерывно. На трассе Самара-Шимкент между Жанакурганскими и Аральскими районами открыли временные посты. В них можно будет согреться, отдохнуть и получить необходимую медицинскую помощь. Из-за непогоды ночью на данном участке трассы произошло ДТП. Поэтому сейчас проводим разъяснительную работу среди водителей. Предупреждаем об опасности. По данным метеорологов, морозы и сильный ветер в регионе продержатся до конца недели. Поэтому все экстренные службы переведены на усиленный режим работы. Райхан Тажибаева, Рауль Габитов, Катерина Попкова, Ханат Инсибаев, Айкмухамед Байдулдаев, Хабар-24. Аварийно-опасная ситуация из-за неблагоприятных погодных условий складывается на дорогах Восточного Казахстана. Буквально накануне в условиях минимальной видимости в серьезные ДТП попали несколько большегрузов. В режим усиленного дежурства переведены подразделения МЧС и патрульной полиции. Даже в непогоду машин на трассах меньше не стало. Вячеслав Витлугин расскажет об этом подробно. Это спуск Михайловки получается. Это видео снято накануне. Грузовики и легковые авто в кюветах. Зачастую вот так, не сбрасывая скорости на виражах и без оглядки на погодные условия, восточно-казахстанские автолюбители встречают зиму. Аварийно-опасная ситуация сложилась на трех горных трассах региона. В связи с ухудшением климатических условий, остановлены водители, предупреждаем о том, что дорога скользкая. Тех, кому и ни погода ни почем, пока только предупреждают дорожные полицейские. И при возможности разворачивают обратно. Буквально за вчерашний день только в количестве 8-9 дорожных трассов произошел. То есть увеличиваем плотность нарядов на данный момент. Как дорога сейчас? Вы в Алтай едете, да? Да, не знаю. Поеду, узнаю. И столь рисковых водителей страхуют усиленные наряды полиции и целые подразделения спасателей. По схеме один патруль на 20-кинометровый участок пути. Технику к работе. Спускаем шерпы. Осадков ожидается много, поэтому придется поработать хорошо. Вездеходы спасателя еще осенью подготовили к зиме. Как раз сейчас актуален тест-драйв. Отработка маневров экстренной эвакуации попавших в снежный плен. Впереди выходные с обильными осадками. Вот в таких действительно экстремальных условиях на высокопроходимой технике спасателям приходится форсировать горные массивы, чтобы добраться до застрявших в переметах водителей. Эта техника со своей задачей справляется. И уже благодаря вот этой технике было эвакуировано около нас 100 человек. Спасательные операции в подобных масштабах это все же риск. Как для отрядов ДЧС, так и самих пострадавших. Поэтому представители экстренных служб вполне обоснованно и с конкретными фактами настаивают на привлечении к административной ответственности водителей, игнорирующих погодные условия, выезжающих на трассы вопреки предупреждениям синоптиков и дорожных организаций. Вячеслав Виклугин и Дмитрий Пыхтин. Восточно-Казахстанская область. Хабар, 24. В Акмолинской области создали штаб по оказанию помощи пострадавшим при взрыве газа в жилом доме в поселке Шортанды. В настоящее время погорельцев разместили у родственников. Им обещают выделить квартиры и помочь в организации похорон. Напомню, трагедия произошла сегодня ночью. Три человека, в их числе четырехлетний ребенок, погибли. Со слезами на глазах житель поселка Шортанды Бурумбай Тухтарула описывает события сегодняшней ночи. В результате взрыва газа погибли две его невестки и четырехлетняя внучка. Ночью ко мне прибежали соседи и сказали, что горит дом, в котором проживают мои родственники и дети. Я сам живу отдельно от них. Прибежав с соседней улицы, увидел, что все горит. Хотел забежать внутрь, чтобы хоть кого-то спасти, но меня остановили. На моих глазах вынесли погибших. Сердце разрывается от увиденного. До сих пор не могу прийти в себя. По словам соседей, в залпоучный день в доме собрались гости. В этот момент в одной квартире находились 12 человек. Ударная волна была такой силой, что выбила стекла и обрушились стены в соседних квартирах. Я была как раз в этот момент на кухне. Вся остальная семья, трое человек, они были в зале. Я услышала хлопок, недоумение, я не поняла, что происходит. Потом услышала второй хлопок, забежала в зал, увидела, как валится стенка. Там стоит диван, получается, диван держал стену. И крики, мы начали выбегать из дома. И начала всех собирать. Я побежала сразу за документами. Взять документы, одежду верхнюю, куртку ребенку. В результате взрыва пострадали 11 человек. Шестерых самых тяжелых санавиацией доставили в столицу. Медики рассказали об их состоянии. Двое взрослых госпитализированы в первую городскую больницу номер один. На уровне приемного покоя их осмотрели врачи, реаниматолог и комбостиолог. Была экстренно оказана медпомощь и срочно переведены в отделение реанимации. Но состояние их стабильное, они в сознании. По детям, конечно, немножечко по-другому. Двое находятся в крайне тяжелом состоянии, в критическом положении. Ну и двое тоже тяжелые, но стабильные. Сегодня в столицу доставят еще одну пострадавшую женщину. В районной больнице остался единственный пациент, годовалый ребенок. По словам врачей, его состояние стабильное. Между тем, на место происшествия прибыл Аким области. Как стало известно, пострадавших не оставят без крыши над головой. Сейчас оказывается содействие всяческий по организации похорон Акиматом. Дальше, значит, нами будет, значит, со всех источников предусмотрено для приобретения жилья. На улице они не останутся. На сегодня вот ночью они находились те, кто владельцы домов у своих родственников. Но на сегодня мы арендовали квартиры, чтобы до приобретения домов они могли находиться в условиях своих. Сейчас на месте происшествия ведутся следственные мероприятия. Правоохранители пытаются установить, что стало причиной пожара. Локдаун из-за высокой степени загрязнения воздуха вводят в Индии. Во многих регионах просто нечем дышать. Какие еще города вошли в список самых грязных мегаполисов? Об этом прямо сейчас в подборке мировых новостей. Индия срочно ввела локдаун, но не из-за ковида, а по причине токсичного воздуха. Уровень загрязнения в Нью-Дели и его пригородах в 20 раз превышает норму, установленную в ВОЗ. Верховный суд постановил не пускать в мегаполис транспорт, за исключением тех машин, которые везут товары первой необходимости. В Нью-Дели прекратили все строительные работы, закрыли школы. Больницы сообщили о резком увеличении числа пациентов с респираторными заболеваниями. Миллионы сотрудников ушли на удаленку. По оценкам экспертов, почти миллион 700 тысяч смертей ежегодно в Индии так или иначе связаны с последствиями загрязнения. Сейчас у всех есть проблемы с дыханием, раздражение в глазах, как только они выходят на улицу. Покидать дома невозможно, но и в помещении нечем дышать. Поэтому все равно выходят, чтобы быть в форме. Дым повсюду. Нью-Дели возглавляет список самых грязных мегаполисов мира. Также в топ-5 входит столица Китая – Пекин, второй по величине – город Пакистана – Лахор и столица Кыргызстана – Бишкек. Больше всего населенных пунктов с критическим уровнем загрязнения в таких странах, как Китай и Индия. Резиденты сербского города Смиредова требуют закрытия стали литейного завода. За 10 лет в регионе выросла заболеваемость раком в 4 раза. Местные связывают этот фактор с наращиванием мощности на предприятии. Там, к слову, сообщили, что инвестировали около 300 миллионов евро в сокращение выбросов. В правительстве страны заявили, что компании, загрязняющие окружающую среду, должны прекратить свою деятельность, если они не могут уменьшить загрязнение. Так в апреле была приостановлена добыча сырья на медном руднике. Дешевое электричество дорого обходится здоровью жителей Косова. В основном для получения электроэнергии там сжигают ископаемое топливо. Косово занимает пятое место в мире по запасам бурого угля. В этом месяце Еврокомиссия призвала республику перестать полагаться на опасные для здоровья поставки энергии из угля. Европейское агентство по окружающей среде отмечает, грязный воздух – главная экологическая угроза здоровью жителей региона. По этой причине сейчас ежегодно умирает до 300 тысяч человек. Эксперты уверены, половину смертей можно было бы предотвратить, если бы страны-члены Евросоюза соблюдали новые рекомендации ВОЗ по качеству воздуха. При этом число жертв сокращается. В начале 90-х грязный воздух в Европе убил втрое больше людей. На днях Еврокомиссия подала в суд на Португалию. Причина – выбросы в крупнейших городах страны – Лиссабоне и Порту. Там неоднократно превышали максимальную концентрацию оксида азота в воздухе. В основном он образуется из-за автомобильных выхлопов и промышленных предприятий. Ранее Европейский суд постановил, что предельные значения для оксида азота превышали в Германии. На Филиппинах стартовала ревакцинация от коронавируса. Первыми бустерную дозу препарата получают медработники. Прививки можно ставить уже через полгода после полной иммунизации. Министр здравоохранения Республики Франции Скотт Дуке сам ввел вакцину сотруднику Национального института почек и трансплантологии. Отмечу на сегодня, на Филиппинах два компонента вакцины получили около 40 миллионов жителей. До конца года их число планируют увеличить до 70 миллионов. По нашим планам, бустерную дозу препарата получат все медицинские сотрудники Филиппин, а это почти 2 миллиона человек. Ревакцинация обеспечит достаточную защиту от вируса, потому как именно медицинские работники сталкиваются с самым высоким риском заражения коронавирусом. Ситуация с коронавирусом ухудшается в Южной Корее. За сутки инфекцию обнаружили более чем у трех тысяч человек, что почти приблизилось к антирекорду, установленному в сентябре. Кроме того, около двух недель подряд число летальных случаев выражается двузначными числами. Напомню, с ноября в рамках программы «Жизнь с ковид» в стране ослабили ограничения. Власти разрешили устраивать крупные общественные собрания, а также увеличили часы работы кафе и ресторанов. Смягчение рестрикции началось после того, как число полностью вакцинированных граждан превысило 70%. Больше 500 человек среди выявленных случаев находятся в тяжелом состоянии. На данный момент нет вспышки заболеваемости, но наблюдается постепенный рост. Тем временем в соседней России новый антирекорд смертности от коронавируса. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки от инфекции скончались более тысячи пациентов. Антилидерами по количеству летальных случаев стали Москва и Санкт-Петербург. Также вирус подтвердился еще у почти 37 тысяч граждан. Власти Пекина ужесточают эпидемиологические меры в преддверии зимней Олимпиады. Начиная с сегодняшнего дня, каждый, прибывающий в столицу Китая, должен предъявить зеленый код здоровья и отрицательный результат ПЦР-теста. Анализ необходимо сделать за 48 часов до въезда. До одного рейса в неделю сокращено прямое авиасообщение с регионами, где регистрируют случаи коронавируса. Напомню, зимние Олимпийские игры пройдут в столице Поднебесной в феврале. Паралимпийские в марте следующего года. Казахстан планирует запустить прямые авиарейсы в США. В Машилисе одобрили ратификацию соглашения между странами о воздушном сообщении. Об этом рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития. По словам Бейбута Атамкулова, стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству авиакомпаний, пунктов назначения и частот, в том числе с пятой степенью свободы воздуха для пассажирских перевозок. Предусмотрели и ограничения. Компании должны будут получать сертификат авиабезопасности. А так как расстояние дальнее, воздушные судна также должны отвечать всем требованиям. Боинг 787 это боинг дремлайнер, который может делать беспосадочные перелеты. Поэтому сегодня получилось так, что 20-й год, 21-й год практически этот вопрос был приостановлен, так как вообще вопросы в связи с пандемией были приостановлены. На сегодняшний день после ратификации соглашения возобновятся переговоры у компаний по лизингу 787-х боингов. Это ожидаемо где-то в феврале, в марте месяце. Но это будет уже частная покупка это ската или же это эйростаны. Экономика Казахстана В северной сфере и развития частного сектора. Премьер-министр отметил, что страна перешла на новую систему госпланирования. Напомню, миссия МВФ дважды в год посещает Казахстан для проведения ежегодных консультаций. В северной Казахстанской области производители птицеводческой продукции подозревают в ценовом сговоре. Специалисты областного департамента по защите и развитию конкуренции установили, что птицефабрики необоснованно подняли цены на яйцо на 30%. Сейчас рыночная цена в Петропавловске за десяток достигает 500 тенге. Отмечу, это уже второй факт в этом году. По итогам проверок в первый раз предпринимателям вынесли предупреждение, а теперь начали расследование. 12 ноября департаментом принято решение о начале расследования в отношении двух птицефабриок, в действиях которых установлены нарушения законодательства в отношении ТО «Адель Кус» и в отношении ТО «Атавеска». Расследование в отношении субъектов проводится в течение трех месяцев. По итогам этого расследования субъекты имеют право о споре действия, решение принятое антимонопольным органом на согласительной комиссии. Если решение подтверждается, то дальнейшее действие антимонопольного органа, это административное дело, возбужденное, перенаправляется в суд. В Казахстане количество фактов интернет-мошенничества увеличилось в два раза. С начала года в стране зарегистрировали около 18 тысяч подобных преступлений в антилидерах столицы и Алматы, а также Карагандинская, Кустанайская и Восточно-Казахстанской области. Об этом говорили сегодня на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Встреча прошла под председательством премьер-министра Оскара Мамина. Распространенными способами кибермошенничества назвали получение предоплаты за товар по интернет-объявлениям, фиктивные онлайн-займы и хищение средств с банковских счетов. Контактные зоопарки, дельфинарии закроют в Казахстане соответствующие изменения. Депутаты Мажелиса внесли в законопроект по вопросам ответственного обращения с животными. Сегодня его одобрили во втором чтении. Депутат Александр Милютин сообщил, что некоторые породы собак запретят выгуливать детям до 16 лет. К ним относятся питомцы, которые требуют особой ответственности владельца. В числе поправок также уточнение случаев, когда обращение с животными не будет причислено к жестокому, а софинансирование частных приютов для животных возложат на акиматы. Подробнее о содержании и выгуле пропишут в подзаконных актах. В ходе обсуждения законопроекта также учтены предложения зоозащитникам по введению запретов на создание деятельности передвижных зверинцев, выставок животных, дельфинариев, океанариумов и контактных зоопарков. Данная норма будет иметь отлагательный срок с целью предоставления собственникам указанных организаций времени для проведения процедур по ликвидации или реорганизации своего бизнеса. Казахстанцы теперь смогут купить жилье онлайн, причем на оформление уйдет всего 15 минут. В процесс приобретения недвижимости в республике внедрили технологию блокчейн. В новой системе интегрированы информационные системы Министерства юстиции, банков и застройщиков. Пока сервис работает в пилотном режиме. Подробности в нашем сюжете. Казахстанцы смогут в несколько кликов оформить новое жилье и проводить сделки дистанционно. Для этого нужен только интернет, компьютер или смартфон. В компании BI Group говорят, такого сервиса на рынке недвижимости еще не было. В ближайшем будущем этой технологией может воспользоваться любой отечественный застройщик. Особая гордость, что мы это сделали первыми. Мы практически около двух лет над этим думали. И весь этот год работали над этой платформой. Инвестируем более 50 миллионов тенге. Из этой системы выпадают нотариусы. Это все уходит в прошлое. Мы делаем это открытый доступ. Практически мы инвестируем, но делимся, конечно, со всем населением. Сейчас оформить куплю-продажу можно на платформах компании BI Group и Altenbank. Клиент выбирает квартиру на сайте застройщика. Затем подает заявку на ипотеку. Она же, в свою очередь, автоматически будет перенаправлена в банк. Рассмотрение и одобрение по заявлению заемщика будет моментально, отмечают разработчики. Просто вопрос в том, что зачем вообще людям ходить в ценность. И этот вопрос можно решить, в принципе, напрямую. Или у застройщика, или у банка. А государство в этой модели, оно отходит на шаг назад. И исполняет чисто свои функции, фиксирует все сделки в базах данных. Казахстанцам не стоит бояться утечки данных, заявляют разработчики. Переход на новую систему не только сократит время клиентов банка, но и ускорит процесс регистрации договора и залога до любого участия. В Алматы стартовали съемки художественного фильма о политическом деятеле и поэте Ахмете Байтурсынове. Картина называется «Сонг-э-кэм». В переводе означает «Последний приговор». Она посвящена 150-летию исторической личности. Кинолента снимается по заказу Министерства культуры и спорта страны. Шапогат Мурзабеков расскажет подробно. Первые эпизоды фильма снимаются в здании бывшего следственного изолятора Алматы. Это импровизация известной московской тюрьмы и прозванной в народе «Бутыркой». В 1929 году Ахмед Байтурсынов вместе с другими членами Алла-Шарды был направлен туда по обвинению в подготовке вооруженного восстания в казахской степи. Байтурсынова приговорили к расстрелу. Картина «Последний приговор» раскрывает новые исторические факты. Они будут в художественном смысле воссозданы и будет показана более-менее правдивая история. Фильм создаётся на реальных событиях. Это жизнь человека прежде всего, который прожил на благо нашей Родины. До этого у нас опыт был. Естественно, мы снимали и документальное кино про Аллаш столетию. Ну, то есть, нам знакома эта тема, и мы достаточно соприкасались с ней. Кинолента охватит все этапы жизни Ахмеда Байтурсынова в роли главного героя, заслуженный деятель Казахстана Азамат Сатабалды. Ахмед Байтурсынов – турал кино. Ахмед Байтурсынов – гордость казахской степи. Я считаю, что события 30-х годов нужно освещать и показывать нынешнему зрителю. Сам я к этой готовился основательно. На протяжении 7 месяцев изучал все его труды и те события, через которые пришлось пройти моему герою. В фильме также заняты актёры Назгуль Карабалина Александр Багрянцев и Ерлан Карибаев. Съёмки в основном пройдут в Алматы и Восточно-Казахстанской области. Картина будет транслироваться на двух языках – казахском и русском. Широкий прокат она выйдет в конце следующего года. Шапогат Морзабекова, Валентин Лобанов, Алматы, Хабар-24. Желающим встретить Новый год на Тайм-сквер в Нью-Йорке потребуется сертификат о вакцинации. Самая знаменитая площадь в США будет открыта для полностью привитых горожан и туристов. В прошлом году мероприятие отменили из пандемии. В этом организаторы торжества в новогоднюю ночь ожидают около 100 тысяч участников. Для этого необходимо предоставить паспорт здоровья и второй документ с фотографией. Местные власти добавили, что вакцинированные смогут находиться на Тайм-сквер без масок. Мы на этом закончим. Немного позже вернёмся. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова